Беседа 11, страница 72 И Слово стало плотью, обитало с нами. Иоанн 1,14 Одного у всех вас хочу просить утешения, прежде нежели приступлю к изъяснению изречений евангельских, но только не отвергните просьбу. Ни тяжкого чего-нибудь и трудного прошу от вас, да и не мне только приемность, чему полезно будет это одолжение, но и вам оказывающим его. И может быть для вас еще гораздо полезнее. Что же это такое, о чем хочу спросить вас? Пусть каждый из вас, тот отдел из Евангелия, который будет читаем в первый день по субботе, или самую субботу, среди вас в церкви, возьмет пред этими днями в руки и дома внимательно прочитывает и многократно с отчанием просматривает содержание его и хорошо вникает в него. Пусть отмечает, что там ясно и что не ясно, что есть, по-видимому, противоречащего, хотя на самом деле не таково. И все обсудив, таким образом собирайтесь сюда к слушанию бесед. Немалой будет пользы от такого усердия и вам, и нам. Нам немного потребно будет труда объяснять вам силу изречений, когда ваш ум уже предварительно усвоит себе понятия о них, а вы таким способом более изощритесь и будете понятливее в слушании не только к собственному вашему наведанию, но и к научению других. Теперь же, так как многие из приходящих сюда слушать по необходимости должны вникать одновременно во все, и в самоизречении, и в нашем на них объяснении, что хотя бы мы употребили на это целый год, не получат они большой пользы. Да и возможно ли это, когда они мимоходом и только здесь на краткое время занимаются поучениями? 73. А если кто будет ссылаться на дела и заботы, на недосуг при множестве занятий, общественных и частных, то, во-первых, это то самое и служит к немалому их осуждению, что они заняты таким множеством дел, и так совершенно связаны с житейскими попечениями, что не имеют даже немного свободного времени для занятий более, чем всякие другие необходимые. Во-вторых, это только отговорка и предлог, в чем обличают их и приятельские сходящие, и припровождение времени на зрелищах, и в течение наконные состязания, на которых часто проводят целые дни, и однако никто в таких случаях не жалуется на множество дел. Итак, в делах маловажных вы никогда не отказываетесь никакими предлогами и можете найти много свободного времени, а когда надобно внимать Слову Божию, то это кажется вам столь излишним и незначительным делом, что будто бы не стоит употреблять на это и малого свободного времени. Достойны ли так думающие люди даже дышать или смотреть на это солнце? Есть у таких нерадивых людей и другой предлог, еще более неосновательный, будто бы они не приобрели и не имеют книг священного писания. Но в отношении к богатым смешно было бы распространяться нам о таком предлоге, а о бедных, которые, я думаю, по большей части пользуются им, желал бы я спросить, не все ли орудия ремесла, каким каждый из них занимается, есть у них, сколько нужно? И в исправности хотя бы угнетала их крайняя бедность. Как же не нелепо! Там не отговариваются бедностью, но употреблять все усилия, чтобы ни в чем не нуждаться. А где можно приобрести свою великую пользу, здесь жаловаться на недосуг и убожество. Впрочем, хотя бы действительно, некоторые были так бедны. Все же из непрерывно здесь бывающего чтения могли бы узнать сколько-нибудь содержания божественных писаний. Если же это кажется вам невозможным, то не без причины так кажется. Многие не с большим усердием приходят слушать чтения писаний, но, исполнив это только как долг урочного времени, тотчас возвращается домой. А если некоторые и остаются, то бывает нисколько не лучше удалившихся, присутствуя здесь с нами только телом. Но чтобы нам не слишком обременить вас обличениями и не потерять всего времени в упреках, приступим к изречениям евангельским. Время, наконец, обратить слово на предлежащие предметы. Только будьте внимательны, чтобы ничто сказанное не было потеряно для вас. «И слово стало плотью», — говорит евангелист, «и обитало с нами», — сказав, что принявшие слово родились от Бога и соделались с тядами Божьими, предлагает причину и основание такой неизреченной почести. Причина та, что само слово соделалось плотью, «и Господь воспринял на себя образ раба, будучи истинным сыном Божьим. Он соделался сыном человеческим, чтобы сынов человеческих соделать с тядами Божьими». Высокое в общении с уничиженным нисколько не теряет собственного достоинства, а уничиженное возвышается через то из своего уничижения. Так это совершилось и во Христе. Он через такое снисхождение нисколько не унизил собственного естества, а нам, сидящим всегда во мраке и уничижении, возрел к неизреченной славе нас. Так царь, когда внимательно и благословно беседует с бедным и нищим, то нисколько не стыдит себя самого, а бедного делает через то для всех лицом заметным и почетным. Если же в отношении к приходящему достоинству человеческому общение с нищим нисколько не вредит высшему, то тем более по отношению к тому нетленному и блаженному существу, который не имеет в себе ничего приходящего, ни пребывающего, ни убывающего, наводать всеми совершенствами неизменно и вечно. Итак, когда ты слышишь, что слово стало плотью, то не смущайся и не колеблись. Не самое существо его изменилось в плоть, это и помыслить нечестиво, а пребывая тем, что есть, он таким образом принял образ раба. 75. Для чего же евангелист употребил слово «было» для того, чтобы заградить уста еретиков? Есть такие, которые говорят, будто все, что касается воплощения, есть только воображение, обман чувств, предположение. Поэтому евангелист, желая совершенно уничтожить их хулу, и употребил выражение «было», намереваясь этим показать не изменения существа, нет, а восприятие истинной плоти. Как в словах «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою» Галатам 3.13 Писание не то говорит, будто существо его, оставив собственную славу, превратилось в клятву. Этого не подумали бы и демоны, и совершенно безумно и лишенные естественного смысла люди. Так нечестива и вместе безумна эта мысль. Как не это говорит Писание, а то, что он приняв на себя изреченную против нас клятву, не оставил нас более быть под клятвою. Так и здесь сказано, что слово стало плотью, не изменив своего существа в плоть, но только приняв ее, так что существо осталось неприкосновенным. Если же скажут, что Бог как всемогущий мог перемениться и в плоть, на это мы ответим, что Бог не иначе все может, как пребывая Богом. А если бы он допустил в себе изменения, и при том изменения на худшие, то как же бы он был и Богом? Измениться совершенно не свойственно нетленному существу. Потому и пророк сказал, все они, как риза, обвечают, и как одежду переменишь их и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончится. Салом 101.27 Существо это выше всякого изменения. Нет ничего превосходнее его, чего бы оно могло достигнуть с преуспеванием. Что я говорю превосходнее? Нет ничего равного или сколько-нибудь близкого. Следовательно, если бы Бог изменялся, то претерпевал бы изменения к худшему. Но тогда он не был бы и Богом, но да, обратиться хула на главу говорящих ее. А что слово «стало» сказано для того, чтобы ты не принял воплощение за вымысел? Заметь это из последующего. Как евангелист объясняет свое выражение и опровергает нечестивую мысль. Он превосокупляет «и обитало с нами», как бы говоря, ничего несообразного не подозревает в слове «стало». Я говорю не об изменении этого неизменяемого существа, а о вселении и обитании его среди нас. Обитающее не одно и то же с обиталищем, а есть нечто другое. Одно вселяется в другом, иначе не было бы и вселения, потому что ничто не вселяется в самом себе. Иное я говорю в отношении к естеству. Среди соединения и общения Бог слово и плоть суть одно. Не в том смысле, что произошло какое-либо смешение или уничтожение естеств, а в том, что образовалось некоторое неизреченное и невыразимое их единение. А как это сделалось, не спрашивай. Это произошло, как он сам знает. Но какое же это обиталище, в котором он исцелился? Послушай, что пророк говорит. «Восставлю скинию Давыдову падшую» Амус 9.11. Пало, подлинно пало неисцельным падением естество наше и имело нужду в этой единой державной деснице. Да и не могло оно восстать, если бы создавший его вначале не простер к нему деснице и не обновил его свыше через разрождение водой и духом. И заметь то, что без страшного и неизреченного в этом таинстве он навсегда обитает в этой скинии, то есть во плоти человеческой. Он облегся нашей плоти не с тем, чтобы опять оставить ее, но чтобы всегда иметь ее с собою. А если бы не так, то он не удостоил бы ее старского престола, и, нося ее, не был бы поклоняем от всего горнего воинства ангелов, архангелов, престолов, господств, начал и властей. Какое слово, какой ум может представить столь великую почет, оказанную роду нашему, поистине сверхъестественную и дивную? Какой ангел? Какой архангел? Никто никогда ни из небесных, ни из земных. Таковы дела Божии, так велики и выше чувственны и естественны его благодеяния, что не только язык человеческий, но и ангельская сила не может вполне высказать их. Потому и мы заключим слово молчанием. Напомню только вам, воздавать столь великому благодетелю нашему воздаянием, от которого вся польза опять к нам же обратится. Это воздаяние в том состоит, чтобы мы имели ревностное попечение о душе нашей. И то есть дело его человеколюбия, что он не нуждаясь сам, ни в ком из нас, принимает за воздаяние себе, когда мы печемся, о собственной своей душе. Потому крайне безумно и достойно бесчисленных наказаний, удостоившись столь великой почести, не воздавая со своей стороны по силам, и при том, когда польза от того переходит опять к нам же, и когда уготованы нам за то бесчисленные блага, воздадим за все это славу человеколюбцу Богу, не словами только, но гораздо более делами, чтобы получить нам и будущие блага, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.